МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В помещении Одеско-национальной морской академии состоялась рабочая встреча инициативной группы, объединенной общей идеей, помощи знаковому для Одессы и Украины проекту «Участие реплики ладьи XI века Анны Ярославна» во французском фестивале «Салюты Бреста-2016». По итогам встречи было решено активизировать поиск спонсоров для финансирования этого проекта, всего необходимо собрать 28 тысяч евро, а также отправить несколько лучших студентов Одеско-национальной морской академии на фестиваль во Францию в июле 2016 года. Информационным спонсором проекта выступили Одесский телеканал «Град», Международное информационное агентство «Вектор Ньюз», а часть финансирования проекта берет на себя адвокатская фирма «Актио». Мы являемся одними из соц. спонсоров по принятию решения руководства нашей компании профинансировать участие двух курсантов Академии в участии в реконструкции морской во Франции. С участием нашей компании возможно будет наполнение и других составляющих, связанных с реконструкцией самого корабля, или ладьи, как они называют сейчас ее. Поэтому мы будем участвовать в этом пуле, но общая документация, количество ресурсов, которые собираются, ведет учет команда самой ладьи. Наша компания готова будет активно участвовать на всех этапах подготовки, проведения. И самый важный этап для нас – это создание условий для выбора достойных курсантов Морской Академии из числа факультетов гражданских и военно-морского факультета. Я думаю, что для ребят это будет очень интересно. Дело в том, что такие события объединяют моряков, любителей морского флота со всего мира. И, конечно, общение с представителями морской индустрии, исторических кругов – конечно, это очень важно и интересно. Поэтому мы надеемся, что проведенный в Академии конкурс позволит отобрать тех ребят, которые действительно интересуются этим и смогут достойно представить и наш университет, и Украину на этом международном мероприятии. Наверное, неплохо было бы, чтобы мы чаще принимали участие в таких мероприятиях. И так как это фестиваль, который объединяет и малые, и большие парусные суда, я надеюсь, что и наш парусник «Дружба» когда-то сможет принять в очередной раз участие в таком мероприятии. Несколько лет назад усилиями команды любителей исторического мореплавания в Одессе была построена реплика славянской ладьи XI века, которая была названа именем дочери князя киевского Ярослава Мудрого Анны Ярославны, ставшей впоследствии королевой Франции. В этом году команда одесских реконструкторов ладьи Анны Ярославна официально приглашена представить Одессу и Украину в крупнейшем международном фестивале старинных парусных судов «Салюты Бреста» во французском городе Брест с 13 по 19 июля. Фестиваль проходит каждые 4 года, вот уже более 20 лет. Планируется, что в нем примут участие около 2000 судов из различных стран мира. На сегодняшний день даже не исторический проект, а проект культурной дипломатии, который мы хотим осуществить на совершенно новом уровне по сравнению со всеми нашими прошлыми проектами. И мы идем тоже как простые люди для того, чтобы рассказать о своем городе, о своей стране, что у нас есть хорошего, как изменилась наша страна. И в подоплеке с историей, история Анны Ярославны, которая из Киева, а они ее называют французы Анна де Киев, Анна Киевская, которая дочь Ярослава Мудрого была выдана замуж за Генриха Первого. И в 11 веке привезла с собой Римская Евангелие и вообще очень много книг. И была в то время как просвещением таким, скажем, лучом, просвещение для тогда еще, скажем, менее развитой Франции. Мы хотим проложить какие-то параллели и возобновить наши культурные связи между нашими странами. Тем более тот вектор, который выбрала Украина по ходу, скажем, присоединения к Европе, европейский вектор, очень даже нам понятен. И вот в подоплеке с этой историей мы хотели бы сделать что-то хорошее, большое и красивое. В целом поход рассчитан на пять лет. В перспективе команды одесских реконструкторов планируют пройти водными артериями по территории Франции, Германии, Голландии, Австрии, Словении, Румынии и Болгарии, участвуя в морских и речных праздниках и представляя Украину как часть европейского сообщества. Таким образом, у нашей страны появился неплохой шанс заявить о себе, как о европейской державе с древнейшими традициями мореплавания.